Всем привет! С вами Талия Мечковский. Мы снова что-то делаем в фотошопе. И сегодня мы обрабатываем фотографию, делая из нее портрет из слов. Это очень 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 простой эффект. Нам понадобится портрет. В принципе, он может быть любым. Для начала мы его с вами обесцветим и сохраним таким образом. Где-нибудь, в любом месте, в формате psd просто сохраняем. Дальше нам с вами нужно создать текстовый слой. Создаем новый слой, берем инструмент текст, растягиваем текстовую область и сюда вкидываем любой текст, который вам нравится. Размер, шрифт и так далее подбирайте индивидуально под ваше изображение, здесь как захотите. На данном этапе это не принципиально. Все, что нам нужно после этого, это преобразовать наш текстовый слой в смарт-объект. Готово. Следующий этап. Мы идем вкладочку Filter, искажения и выбираем пункт смешения. Здесь ставим по 10 пикселей. Будет достаточно. Нажимаем ОК. И далее находим тот самый файл с черно-белым изображением, который мы с вами сохранили. Выбираем его и нажимаем открыть. Наша картинка уже изменилась. Продолжаем. Берем наш фон, дублируем его и перемещаем над слоем с текстом. Далее, используя Alt, наводим между слоем с картинкой и текстом, появляется значок обтравочной маски и разочек кликаем. Обтравили. Теперь становимся на фон и создаем новый корректирующий слой цвет. Здесь выбираем черный цвет и видим, как наша картинка уже изменяется. Нажимаем ОК. После еще к нашему текстовому слою применяем обычную маску. Берем кисточку и ненужные части просто затираем. И получаем вот такой вот эффект с текста. Как видите, у нас тут есть портрет. Дальше можем экспериментировать с самим текстом. Для этого мы просто два раза клипкаем по миниатюрке. Открывается у нас текстовый слой. Давайте немного увеличим размер текста. Давайте поставим 12. ОК. Сохраняем файл. Закрываем его. И, как мы видим, все изменения произошли. Наша картиночка выглядит достаточно интересно. Ну, а дальше вы уже экспериментируете. Подбираете разные значения для вашего смешения. Ну, а также подбираете картинку, текст, все, что уже захотите. Дальше ваша фантазия. Вот так все легко и просто. Надеюсь, данное видео вам понравилось и будет полезно. Если так, не забываем поставить лайк и написать об этом в комментарии. В описании под видео, как обычно, ссылки на полезные видео уроки, а также ссылки на соцсети. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего. Ну, а с вами был Виталий Мечуковский. И встретимся в следующем видео. Всем пока!